Всем привет! Меня зовут Наташа, с вами канал Замуж в Индию. В сегодняшнем видео я не обещаю вам показать никаких сенсаций, никакого экстрима, никакого трэша, никакой жести. Это будет обычное видео. Я расскажу вам о последних новостях, которые произошли у нас в Матеране и в нашей семье. Это будет спокойное видео, но не менее интересное. Я желаю вам приятного просмотра. Основная новость на этой неделе, это день рождения у моего мужа. Сегодня у нас 14 апреля, и вот мы сейчас направляемся в этот вот отель, будем здесь отмечать, так скажем, этот праздник. Как это будет, сейчас увидите. Но для начала я хочу вам показать, как мы вчера отметили день рождения дочки нашего босса. Ну, кто не знает, боссом мы называем с мужем владельца отеля. И периодически его семья переезжает сюда. Как раз сейчас у внучки босса начались каникулы в школе. Поэтому все семейство в сборе, они здесь у нас уже неделю. И, значит, вчера как раз отмечали день рождения старшей дочери. Посмотрите, как это было. Да, ну, интересно, вот вы видите, что сейчас все собрались в узком кругу. Это типичный день рождения в узком кругу. Перед именинницей стоит торт. И сейчас она будет угощать. Вот этот вот момент, это основной момент, ну, и можно даже сказать, единственный момент. Празднование дня рождения у индусов. В таком вот узком кругу. Ого, Ого! Артур! Вкусный, Артур? Вкусно? Тестим? Сиди, ешь. Ого! Это кульминация. Кульминация всех праздников дня рождения. О, смотри. Операторы. Операторы стоят. Ого! Так, одного оператора уже позвали. Любимую. 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 Ты очень любимая, сестра. Ты очень любимая, сестра. Да, очень любимая. Нам тоже досталось из рук жены ботом. Артур сидит, нервничает. Он хочет еще. Вот, ерзает на стуле. Позвал папу, сказал, что он хочет кейк. Аккуратно, сыночек. Вот, с краешку. Вот, в принципе, все день рождения укладывается в 5 минут. На видео 3 минуты. Ну, может, где-то я там пару раз нажимала паузу. Все, дальше этот торт разрезают на кусочки и уже угощают. Кого-то едят его отдельно, уже не вместе. О, и мальчиков тоже угостила. Пацена. Вот, и Насима. Тесте? Ну, конечно же, иногда индусы отмечают день рождения и на широкую, как скажем, ногу. Но это бывает редко. Мой день рождения так отмечали в кругу семьи с Артом. С Артуров тоже все одинаково. Однажды мы были на дне рождения, на крутом дне рождения. Родители мальчика постарались на славу. Они арендовали отель, там вообще все украсили. Супер развлечения были. У меня есть на эту тему видео. Я оставлю ссылочку, кому интересно. Но на самом деле, скорее всего, родители отметили таким образом день рождения сыну первый раз. И, скорее всего, последний. Просто папа этого мальчика вдруг резко разбогател. И он захотел показать всему поселку, насколько он щедр. Ладно, пойдем праздновать день рождения моего мужа. Так как у нас семья интернациональная, помимо традиционного тортика, который будет у нас вечером, мы решили, я, скажем так, решила, немножко... Идем, идем. Да, я решила немножечко разнообразить этот день. Вот. И сегодня мы будем плавать вот в этом бассейне. Отель с этим бассейном находится в Матеране. Вот такой вот бассейн. Нам уже не терпится туда занырнуть, потому что сейчас жара неимоверная. Вот мы видим сейчас, купаются, плавают там в основном дети. Ладно, пойдем переодеваться. Вот, видите, здесь вот такой вот специальный лягушатник. На мой взгляд, это самый прикольный бассейн у нас в Матеране. Потому что здесь, ну, комфортно и для детей, вот, и для взрослых тоже. И знаете, насколько приятно, сейчас я не вижу, но часто бывает, что тут плаваешь, и видишь, как прыгают над тобой обезьяны по этим деревьям. Иногда они спускаются вниз, но действительно ощущения невероятные. Обратите внимание, что дети, особенно девочки, в одежде. Все в одежде. В футболках, никто-то, даже, видите, маленькие девочки, да и то не надели на себя купальники. Вот там вдалеке сидят, ну, более взрослые девушки, женщины, тоже в одежде. Я в шортах. Я в шортах коротких. Что, сыночек? Ладно, мне уже надоело стоять снимать, пошла я наслаждаться отдыхом. Артур, покажи, как ты играешься с Урали весело. Сегодня я получил моего нового папа. Его имя Блэк. Вот главная новость у нас. Это то, что к нам приехал, к нам приехал с Урали дорогой. С Урали приехала уже примерно неделю назад. В этот заезд она вообще зазвездилась капитально. Значит, она всем объявила, что она здесь главная, что это ее отель, ее собственность. Прогнала Артура друзей, да, сынок? Сказала, уходите отсюда, я не хочу, чтобы здесь игрались дети с улицы. Вот, она сказала, что она здесь главная и решает, кто здесь может иметь право вообще находиться. Я петель туда запихиваю. Бензин доливаешь. Ну, а если говоришь на русском, так и говори на русском. Я туда воду, чтобы поливать цветы. А, так это у тебя водовоз, да? Понятно. Первый день они обнимались, целовались. Сейчас посмотрите, что происходит между ними. Это просто. Когда наступают каникулы у Сурали, она приезжает, мне просто хочется выйти. Это два урагана. С другими детками Артур играется тихонечко. А эта ж все время задирается. О, вот, вот так вот они пять минут поиграют, потом дерутся. Потому что Сурали забирает его игрушки. Специально именно тем, что он играет, она забирает. Но Артур не такой, как мы. Этот парень всегда готов постоять за себя. Это мы с мужем относимся к этим всем вещам. Артур, перестань философски. А Артур нет. Вот, мы пытаемся это все разрулить как-то так, чтобы ни у кого не обидеть. Поэтому постоянно я нахожусь в напряжении. О. Ну, помирились. Помирились с Ураля, да? Ты хотел песенку спеть. Спой. Как я сказал. Забыл? Какую-то песню хотел спеть и забыл. Ну, давай вспоминай. Ну, это надолго. Мы не будем весь процесс запечатлять. Что ты несешь, Артушенька? Что это у тебя в ручках, а? Покажи. Что это у тебя в лапках? Что ты принес, а? Что ты принес? Ананас. Ну, какие же это ананасы? Неси сюда. Что это? Вот, какие красавцы. Манго, да, сыночек? Папа купил. Вчера специально ездил в Мумбаи. Ты рад, Артур? Нет, я не пьян. Ну, хватит уже шутить. Запах обалденный. Мы и до этого покупали, но мы до этого покупали здесь какого-то другого сорта. А в Мумбаи продается самый лучший сорт. Ну, запах нереальный. Просто, просто аж слюни потекли. Да, сынок? Я хочу есть. Да, сейчас пойдем есть. Недавно просматривала видео. Я в прошлом году снимала, с чем мы питаемся. И так вот, я снимала это видео как раз в период манго. И все говорили, что-то вы так мало кушаете. Ну, на самом деле, вот сейчас, когда манго сезон, ничего не хочется есть. Во-первых, жарко. Во-вторых, именно едаешься. Мой муж сказал, что есть штат, ну, вот рядом с нами, Гуджат. Там, в основном, вегетарианцы. И он говорит, что в это время года они вообще ничего, кроме этого фрукта, и не едят. Потому что, ну, достаточно сытные, когда съедаешь. За один раз, когда съедаешь штук пять, то уже особо есть и не хочется. Вот, на наш вечерний променад мы, как обычно, зашли в парк. А здесь у нас появились новые развлечения. Вот, посмотрите. Помимо детской площадки, вот у нас сейчас такой вот еще спортивный, спортивный уголок. С этой стороны еще не достроили, не доустановили. В Индии так любят. Они начали очень шустро. Но когда, чтобы завершить, это обычно растягивается на некоторое время. Так что, примерно месяцок, я так думаю, будет все вот выглядеть примерно так. Вот, вы видите, местные деревенские парни сюда приходят качать мышцы. И я, кстати, тоже. Но я этим буду заниматься, когда чуть-чуть потемнеет. Вот, вот это наш, наш знаменитый водопав. Я уже про него рассказывала. Он полненький. Кто не в курсе, водопав в Индии называют так булочка, такая, типа бургера, такая булочка, а внутри картошка. О, каман, каман, давай. Давай, 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 давай. Тебе это очень не повредит. Да? Водопав. Давай, Артур. Талию, талию тебе надо. Вот этим я в основном занимаюсь. Потому что у меня талия стала какая-то не совсем осиная. Скорее, как у какого-то другого жука. Вон, девчушка тоже. Вот, я не пойму. Это вообще как бы предназначено для детей. Вот, мне интересно. Так, вот это вот, видите, ноги качать. Ну, очень легкая. Ну, я не знаю. Это надо, наверное, 200 раз поднять эту палку, чтобы что-то там накачалось. Я вчера качала, качала, у меня сегодня даже мышцы не болят. А вот это вот я вообще не знаю. Что это за тренажер, что он тренирует, я не знаю. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Разъясните. Решила ближе снять этого стронгмена. Ох, выше, выше надо. И резче. О, о, лайк зис. Лайк зис. О, гуд. Такой прикольный пацан. Всегда на позитиве, всегда с улыбкой. Сейчас его уже хотят прогонять. Тут постоянно, постоянно это, у них борьба идется. Тренажеры. Вот, теперь следующая спортсменка. Ну, давай, давай, давай. Давай, покажи свое лицо. Ой, старается. Сильные руки, да? Помните, я снимала видео о том, как я ремонтировала канализацию? Вот здесь я соединяла трубы, трубу, которая отвалилась. Я присоединяла. Такое, можно сказать, нашумевшее видео получилось. Я даже не ожидала. Очень много просмотров на нем было. И многие писали мне, о, что ж ты такое делаешь? Вообще ты себя не уважаешь? Что ты туда полезла? Но, тем не менее, вот видите, можно сказать, благодаря мне сейчас происходит этот ремонт. Дело в том, что это мой подвиг. Увидел, услышал наш босс. Также, ну, мой муж ему рассказал, показал это видео. И люди немножечко засуетились. Это стало, как бы, толчком для людей. И вот сейчас, видите, делают ремонт. Сейчас вот делают, ремонтируют. Пришли работники. Конечно, прошло очень много времени. Но в то же время лучше поздно, чем никогда. С тех пор прошло, наверное, месяцев пять. Вот, сейчас уже эта канализация не будет разливаться по канаве, а будет течь, когда положено в трубу. Вот канава, которая находится прямо рядом с отелем. Уже, я надеюсь, вонять из нее не будет. А в будущем, ну, тоже, тут понятие будущего очень расплывчатое, планируют закрыть, вообще полностью эту канаву закрыть. Возможно, это будет, обещают, через полгода. Ну, значит, может быть, через год, а может быть, через полтора. Но, тем не менее, лед тронулся, процесс пошел. Вот, посмотрите, вот этот вот мужчина, гость нашего отеля. Сори, what is your name? Сухель Хан. Ага, nice to meet you. Вот он к нам пришел. Today you come second time. It is a long time. It is a first time. It is my honeymoon. It is a Manu Maldi. Oh, this is a 19 years old. В общем, 19 лет назад он был в Матеране и отдыхал именно в этом отеле. Отеле Маду Малти. Нас в Пан Мини здесь, конечно же, не было. Вот, представьте, он сохранил все документы, касающиеся этого путешествия. Вот здесь всякие разные чеки, чек из ресторана, ресторан, чек, да? Вы видите, сколько всего? Это у него такое хобби. То есть он всякие разные такие вот документы коллекционирует. What is your name? Good name. Так, вот сейчас он идет с номером. Он, конечно же, в шоке от того, насколько изменился отель. И отель изменился, в принципе, благодаря моему мужу. Потому что до этого особо таких капитальных ремонтов здесь не проводилось. Конечно же, это теперь совсем выглядит по-новому. Так что вот такие вот в Индии интересные люди, да? Я, кстати, тоже раньше коллекционировала, собирала всякие такие бумажки. У меня был специальный шкафчик выделен для этого всего. И, возможно, они и сейчас там лежат. Просто я как-то стала реже их пересматривать. Я все сложила в один кулечек. И так, когда делаю уборку, его просто перекладываю с места на место. Надо, кстати, да, приедем, когда будем разглядывать. Там какие-то письма маме писали, да? Много всего такого интересного. Ну вот, друзья, вот такие вот у нас новости. Ой, но совсем скоро произойдет одно очень-очень важное событие. Я обещаю следующее видео как раз посвятить этой новости. Так что, пожалуйста, кто не подписался, подписывайтесь. Кто подписался, не забывайте нажимать на колокольчик. Это очень важно. Тогда уведомления о новых видео вам будут приходить в сообщениях. Ну, конечно же, пишите комментарии. Не забывайте ставить лайки. Все, всех люблю, целую. Пока! Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного. Субтитры сделал DimaTorzok